Эфир телеканала ОТС. Продолжают деловые новости. В студии Дмитрий Белькевич. Здравствуйте. Выпуск открывает цифра дня. Центробанк сообщает, инфляция в России находится на уровне 5,1% в годовом выражении. Пик уже позади, считают эксперты. Он составил 5,3% и был чуть ниже, чем прогнозировал банк. К началу 2020 года инфляция опустится до 4%. Кто понаехал в Новосибирск? Почему коллекторам станет сложнее работать и где больше всего строят жилья? Подробности далее. Понаехали. Численность населения Новосибирской области растет. Это следует из материалов Новосибирск-Стата. Согласно открытым данным, прирост наблюдается уже в первом квартале этого года и превысил он 3000 человек. Так, за первые три месяца года в регион приехали свыше 18,5 тысяч человек. Из этого количества на международную миграцию переходится чуть больше 4000 человек. Многие из стран СНГ. Покинули область с января по март немногим более 15 тысяч человек. Отмечу, что Новосибирская область в последние годы становится регионом наиболее привлекательным для мигрантов. У нас активно развивают инфраструктуру, науку и образование. Создан благоприятный инвест-климат. Добыча нефти в России с начала года выросла. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго России. Согласно стат-отчету, с января по апрель включительно в стране произвели более 185 миллионов тонн сырой нефти, что почти на 6 миллионов тонн больше, нежели в аналогичном периоде прошлого года. Темпы добычи черного золота на ваших экранах. Самым продуктивным оказался январь. В этом месяце добыли свыше 48 миллионов тонн. Январь существенно просил немногим более 43 миллионов. В марте и апреле удалось вновь поднять уровень до 47 и 46 миллионов тонн соответственно. Все меньше сфер влияния остается у коллекторов. Накануне Комитет по жилищной политике и коммунальному хозяйству Госдумы рекомендовал к первому чтению законопроект, который запрещает передавать долг по ЖКХ коллекторам. Документ дает право взыскивать долги только управляющим компаниям, ТСЖ и поставщикам услуг. По мнению автора законопроекта, зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, закон имеет важнейшее социальное значение, поскольку до настоящего времени коллекторские агентства фактически привлекались для сбора задолженности с граждан за услуги ЖКХ. Это могло нарушать права человека. Отмечу, что законодательную инициативу поддержали Минстрой России, Приставы и фракции «Единая Россия». Аналитики агентства «Реа рейтинг» выяснили, в каких регионах строят жилья больше всего. Показатели Новосибирской области также были проанализированы. Регион расположился на 15 месте рейтинга. В пересчете на одному жителя в нашей области в прошлом году ввели около 0,6 квадратного метра жилья. Лидерами рейтинга являются Московская и Ленинградская области. В число лидеров рейтинга также входят Калининградская и Тюменская области, также Тамбовская область, где в 2018 году сдали более 0,8 квадратного метра жилья на человека. Ввод жилья превысил общероссийский уровень в 23 регионах. Всего же в прошлом году в России ввели в эксплуатацию более 75 миллионов квадратных метров жилья. Россияне обеспокоены зарплатным рабством. Левадоцентр провел исследование и выяснил, люди недовольны тем, что за них решает работодатель, на карту какого банка перечислять зарплату. Большинство опрошенных заявили, что на работе их просто поставили перед фактом, и о выборе банка речи не шло. В то же время треть респондентов ответили, право выбора им предоставили. Одной из причин недовольства они называют высокой комиссией при снятии наличных в банкоматах, переводе денег с карты на карту или недостаточное количество банкоматов. Напомню, что до июра зарплатное рабство отменили в 2014 году, тогда же в кодекс внесли поправки, которые разрешали работникам самим выбирать банк. Также трудовой кодекс позволяет менять зарплатный банк. Авиакомпания S7 планирует увеличить в этом году географию полетов внутри СФО и между округом и регионами Дальнего Востока. Об этом сообщает руководство перевозчика. По словам топ-менеджера Владимира Обедкова, компания развивает сеть маршрутов из Новосибирского Толмачева и надеется, что регионы, а также федерация поддержат программу компании. В то же время он отметил, что расценки на перевозке могут измениться. Причина в том, что все возможности по сдерживанию тарифов уже исчерпаны. Мы бурно развивались в последние 10 лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров. При этом удавалось сохранить вполне доступный тариф на перевозке. Но 2018 год – рекорд. 116 миллионов пассажиров и антирекорд – 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли, сказал Обедков. Он также отметил, что отрасли срочно нужна господдержка, иначе о доступных тарифах придется забыть. Эксперты в области информационной безопасности подсчитали, как часто происходят кибератаки. Оказывается, каждые 14 секунд. В этом году в мире их станет еще больше. К примеру, Сбербанк уже отмечает рост этого вида преступлений по итогам 2018 года на 6%. Кроме того, возрос и ущерб от кибератак. В прошлом году он составил 1,5 триллиона долларов, а в этом году может увеличиться еще на триллион. Через три года сумма и вовсе может взлететь до 8 триллионов долларов. Ну а на этом у меня все. Вы смотрели деловые новости. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова